Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Мой парень очень спельчивый, происходили разные ситуации. Хотел опять их на даче запретил, сказал, что пойдет будет хуже. Мне очень подарил букет, начал расспрос, откуда в букет, из которого был день рождения, к ней парень приезжал, говорю, он опять начал слиться. Я сказал, он будет в комнате, он сказал, если выйдешь из комнаты, не скажешь, мне будет хуже. Потом я пошла к мастеру по ресницам, он такой вопрос задал, а будет ли там очко и пол. Потом задержалась на полтора часа, начал орать, что опять от меня идут ситуации, что я долго уже на друга не там была. Сказал, задержался, можно на 5 минут не больше, что долго. Наорал. Сказал, я дома, потом сказал, не верю, через 2 минут сломил, я не знаю, проверить или снова отсчитать. Скажите, как учиться и успокоить, и вот сейчас мы общаемся на расстоянии. Ну, вообще, ситуация скверная в этом смысле. То есть, первый вопрос, который у меня есть к вам, первый вопрос, который у меня возникает, заключается в том, какого рода, вот какого рода, вы выстраиваете отношения к вам, когда я, ну, подобные вещи, читаю, читаю, слышу и так далее. Какого рода, вот какого рода вы выстраиваете отношения с человеком, что в диалоге с ним у вас становятся возможны такие вещи, вот, вот это все меня достаточно сильно интересует. Потому что это серьезно. Да. На мой взгляд, ситуация, как мне кажется. Связано, вот, в первую очередь, с тем, что вы выстраиваете отношения с человеком на основании гендерного взаимодействия. Что это значит, по большому счету? По большому счету это значит то, что мужчина видит в вас только женщину. Да. Причем, что важно, женщину, которая принадлежит ему. И как-то не ваша личность, как-то вот не ваши интересы, не ваши приоритеты. Как-то вот не ваши ценности. Да. Человека особо не волнуют. И вот в связи с этим хочется спросить, а как же, как же вы устраиваете такого, такого рода взаимодействия? Вот хочется спросить, как так получилось, что человек относится к вам таким образом? Вы сами выбрали человека, человека такого? Надеялись ли вы, что он изменится или что-то еще? Вот. То есть, конечно, это в какой-то степени с точки зрения мужчины, да? Вот. Это очень сильная такая вот неуверенность в себе. То есть, человек в себе неуверен. Это нужно понимать. Нужно это понимать. Нужно понимать, что человек в себе неуверен. Нужно понимать, что вы выбрали себе такого партнера. Вот. Почему вы выбрали себе такого партнера? Конечно, вот хочется спросить, чтобы вы как-то этот момент, пояснили. Ведь есть, есть же, наверное, какие-то основания. Ну, например, что-то вас, может быть, связывает с этим человеком. Вот. Серьезная роль в этой ситуации играет то, что вы на расстоянии. Это очень, очень серьезно. То, что вы на расстоянии. Потому что на расстоянии действительно порой присыпается все самое такое вот неприятное, можно даже сказать, хуже человека. Но, конечно, важно то, как вы реагируете на это. А реагируете вы на это так, что как будто бы, по крайней мере, по моему, по моим ощущениям, по крайней мере, реагируете вы на это таким образом, что... Как будто оправдывает. Вот. То есть... Как будто бы... Так и должно быть. Но... Так быть не должно. Но... По отношению к вам... Так быть не должно. Но вы позволяете такое поведение мужчине. И... И... Отсюда... Сложность в том, что вам неужит. Если бы вы... Установили бы... Сразу... Четкие личные границы. И... И... Показали бы... Человеку... Как вам можно... Как вам нельзя... То... Ситуация была бы... Гораздо легче. Ситуация была бы... Гораздо лучше. Вот. Но... Сейчас мы имеем... То, что имеем. К сожалению. Поэтому... Начните с того... Начните с того... Чтобы сформулировать... Для себя этот аспект. Что для меня... Означает... Ужиться. То есть... Ужиться... Это как? Для меня. Да. Вот. Что я под этим понимаю? Что я понимаю под... Ну... Под... Ужиться. Если вы... Под этим... Понимаете... То, что... Человек... Например... Меняет... Ээээ... Меняет свою позицию... Ну... Там... На ту... Например... Которую... Ну... Которую... 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 Которая вам... Вот... Кажется... Скажем... Обыкратным... То... Это вряд... Вряд... Таким образом... Вы... Сможете... Как вы говорите... Ужиться... Ну вот... Потому что... Пока вы оправдываетесь... Пока вы будете оправдываться... Вот... Никакого... Смысла... Да? Что-то менять... Что-то... У... Мужчины... Не будет... Вот... Никакого... А... Мужчевые оправдываются... Пока вы допускаете, что подобное отношение к вам приемлемо, я бы сказал, что ничего меняться не будет. Ну, хотите вы этого или нет. То есть тут вот в этом смысле, да, здесь все довольно обназначено, скажем так. И решать таким образом вам, если вы допустим чувствуете вину, по отношению к молодому человеку, если вы чувствуете себя виноватым, например, то это вот как раз хороший повод вам поработать с чувством вины. Вот, чтобы чувств вины не было, да, чтобы, ну, чтобы оно вас натянуло назад, как тянет сейчас. Да. А, традиционно, традиционно считается, что вот то, как ведет себя человек, это вот действительно очень похоже на тиранию. Вот. А, соответственно, если мужчина тиран, то вы жертва, и вам нужно выходить из этой позиции жертва. Каким образом, можете спросить вы, как выходить из этой позиции жертва? Я отвечу вам, наверное, так. Брать ответственность, брать личную ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Ну, конечно же. И конечно же. Конечно же. uh, работать the Vo... 'но Milky'Light Это вот Это вне всякого Вне всякого сомнения, да, вне всякого обсуждения вам это необходимо. Потому что, ну, вот сейчас, сейчас, то, как вы себя ведете, ну, это очень тревожный, очень это тревожным, ну, тревожным моментом, вот, я бы, наверное, какой-то такой ответ вам бы предложил, сейчас, точка зрения психологии, да, и еще, очень, очень важный момент, на мой взгляд, заключается в том, чтобы поработать с личными границами, коих у вас, на мой взгляд, нету. Вот. То есть поработать с личными границами, вот, чтобы четко, вот, отделить, где вы, где все, что касается вас, вот, и и где все, что касается молодого человека, вот, потому что сейчас, как вы можете видеть, это, ну, очень размыто сейчас, все. То есть вот очень, 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 очень сильно сейчас размыто, ну, размыто вот эта вот история. Сейчас. Где я, где ты, где мои границы, где твои, вот, как бы, там, условно говоря, да, за что я отвечаю, вот, за что ты отвечаешь, и так далее. То есть вот, это тоже накладывает существенный отпечаток, конечно. Вот. Ну, надо было как вот устраивать твои отношения. Еще один важный, еще один важный момент, еще одна важная вещь. на коперу я хотел бы обратить ваше внимание. Заключается она в том, это важная вещь, что между вами и вашей машиной общего есть, что вас объединяет, что вас связывает. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok